Тема веселая для своих. Как воскреснуть после новогодних праздников? Понятно, конечно, что я буду рассказывать, ну, немножко, может быть, утрировано какие-то вещи. Понятно, что не все в празднике только объедаются там и, не знаю, выпивают и лежат на диване, смотрят с легким паром. Многие работают, многие уезжают кататься на лыжах, там кто-то на море, еще куда-то, да. Но мне хотелось бы, ну, то есть варианты с поездками в теплые страны, такие вебинары есть. Есть вебинаров про, что делать, если две недели только лежал и кушал, и выпивал, таких вебинаров нет. Поэтому было решено сделать такую тему. Расскажите мне, чем вы занимались в празднике? Я, например, с 3-го числа работала уже. Так, пока вы пишете, чем кто занимался. Я надеюсь, что все меня слышат, все видят и включились в работу. Соответственно, утрировано, да, то, что принято в России, как проводить вот эти долгие выходные, которые часто длятся чуть ли не две недели. У тех, кто никуда не уехал и кто остался дома, кто не любит гулять, например, или мало гулял, или там погода не понравилась, еще что-то. Как принято, да, то есть это алкоголь, гиподинамия, мало движений, часто бывает и спортзалы могут быть закрыты и так далее, да. Мало сна, потому что гулянки, то по гостям, то гости приходят, то к родственникам застолья, все засиживаются допоздна. Сначала Новый год, потом Рождество, потом Старый Новый год, да, все надо отметить, со всеми надо погулять, у кого-то еще и день рождения случается. Высококалорийная соленая еда. Да, соответственно, все наши майонезные салатики, курочки, котлетки, там заливное, соленья, опять же, много соленья различных, как закуска, да, к алкоголю. И также много гистамин-либераторов. Сейчас я объясню, что это такое. Вот, Ольга, а до шестого вы что делали? Итак, гистамин-либераторы. Здесь есть табличка с большим количеством разной еды, да, и, конечно же, это не вся еда, которая является гистамин-либераторами, не вся еда, которая вызывает аллергию, потому что бывают индивидуальные особенности, бывают, когда человек может спокойно съесть хоть килограмм, там, шпината, и ничего с ним не будет, а кому-то достаточно одного листика, и уже будет аллергия. Соответственно, давайте разберем, потому что это все разные немножко вещи. Есть просто продукты, которые чаще всего вызывают аллергию, да, то есть это статистика, есть люди-аллергики, по анализам на пищевую аллергию, можно посмотреть в мире даже, можно по разным странам посмотреть, неважно. Статистику очень легко провести, на какие продукты, чаще всего бывает аллергия. В принципе, мы все эти продукты знаем и едим. Арахис, бананы, виноград, какао, курица, клубника, молоко, моллюски, ну, всякие ракообразные, да, орехи, помидоры, рыба, соя, шпинат, яйца. Это то, что те продукты, которые либо очень богаты какими-то полезными веществами, например, рыба, яйца, да, моллюски, те же орехи, они просто в принципе богаты, полезными, в них находится большое количество полезных продуктов. Либо уже какие-то специфические, в них есть белки, там, в той же рыбе, например, и в моллюсках, помидоры часто вызывают аллергическую реакцию, причем нарушение в работе кишечника, то есть тем, у кого синдром раздраженной кишки или какие-то болезни кишечника, им помидоры запрещают помидоры, томатные пасты, то есть все с помидорами запрещено вообще. Вот как это ни странно, да, потому что, в принципе, мы привыкли кушать и салат с помидорами, и кетчуп, да, и томатную пасту использовать. Вот, но на самом деле, очень многим людям это вредит. Ну, про яйца, в принципе, все знают, про арахис все знают, а вот про бананы, например, мало кто знает, а они достаточно часто бывают аллергичны, ну, вызывают аллергию у некоторых людей. Но в России я видела буквально парочку человек, у кого они вызывают аллергию, это родственники. Вот. Смотрите, что здесь еще. Курица, молоко, да, то, что мы, в принципе, курица, молоко, яйца, это то, что мы, в принципе, едим повсеместно, чуть ли не каждый день многие едят, да. То есть если у вас есть аллергия или чувствительные вы к продуктам, лучше исключить эти продукты вообще. Или не есть их хотя бы много, то есть чуть-чуть. Далее. Пищевые продукты богаты гистамином и его аналогами. Что такое гистамин? Гистамин – это вещество, которое вырабатывается тучными клетками, это клетки, которые находятся в нашем организме, они просто выбрасывают из себя гистамин. Гистамин – это медиатор воспаления. Он вызывает симптомы аллергии, то есть аллергии на кожу, это отек, прилив крови, зуд, то есть то, что можно сравнить с крапивницей и так далее. То есть вот крапивница, отек к венке – это действие гистамина именно. Соответственно, вот первые продукты, которые мы разобрали, они вызывают иммунный ответ, который уже дальше, там идут такой долгий процесс, и дальше наш организм выбрасывает гистамин свой. А вот под цифрой «Б», под буквой, продукты, богатые гистамином и его аналогом, то есть в них в самих есть этот гистамин, их достаточно просто много съесть. Если чуть-чуть съесть, ничего не будет. Но если съесть килограмм, например, то будет. Будет отек к венке, может быть, крапивница, может быть, в общем, будет аллергия. И в первую очередь аллергия пойдет по желудочно-кишечному тракту, потому что именно туда эти продукты мы же перевариваем, соответственно, этот гистамин, который в них содержится, он в первую очередь будет вызывать отек кишечника, желудка, кишечника, и это вызовет нарушение в пищеварении. То есть это, смотрите, опять бананы, вино, но некоторое там не уточняется, квашеная капуста, но ее много, только в фильмах сидят, клубника, она и в принципе аллергенна, и когда ее много съешь, даже человек, у которого никогда не было аллергии, аллергия у него на клубнику будет. Но это не значит, что в следующий раз, если он съест одну ягодку, она повторится, потому что истинная аллергия, это когда человек один съел, другой его поцеловал и помер от аллергии. То есть при истинной аллергии достаточно нескольких молекул, и уже развивается бурная реакция. При поглощении пищевых продуктов, богатых гистамином или гистамин-либераторов, нужно съесть просто много. А мы сейчас говорим о праздниках, когда мы объедаемся на самом деле, либо мы сидим, смотрим кино, и чем-то закидываемся, что-то едим, долго сидим опять же за столом, и все время что-то тоже едим. То есть бананы, венок, квашеная капуста, клубника, орехи, перец, помидоры, ревень, но это реже у нас, рыба, моллюски, шоколад, шпинат, яйца, сыр. То есть в принципе половина этих вещей лежат у нас на столе, на праздничном. Далее гистамин-либераторы. Это вещества, которые содержат, это продукты, которые содержат вещества, которые вызывают не иммунный ответ, как первые, которые вызывают аллергию, а просто вызывают выброс в организме гистамина. И мы получаем генерализованную крапивницу, например, то есть аллергию. Уже не в первую очередь в кишечнике, а везде. Потому что при попадании в кровь этих веществ гистамин-либераторов аллергическая реакция, именно гистамин выбрасывается где угодно. Ананасы, клубника, курица, моллюски, помидоры, соя, специи, цитрусовые, конечно же, мандарины, апельсины, шоколад, шпинат, яйца. Чаще всего как раз объедаются мандаринами зимой. Те, кто съедает по полкилограмма по килограмму, у них всегда бывает токсикодермия. Их обсыпают обычно мелкими прыщиками на лице, на груди. Это нормально, только неприятно. И когда им говорят, что нужно перестать есть, то есть, чтобы перестало сыпать, нужно перестать это есть. Не говорят, ой, а я не могу перестать есть, они же такие вкусные. То есть, человек сам выбирает, ходить в прыщах, ходить в сыпе, или все-таки умерить свои аппетиты. То есть, вы поняли, что, в принципе, после таких длительных праздников, еще когда может быть лень ходить в магазин, да, осталось просто 10 килограмм мандаринов. Понятно, что люди будут есть мандарины. И баночки с ананасом. То часто к врачам обращаются именно с аллергиями. И нам нужно с этим тоже будет что-то делать. Иногда и не к врачам. Вы если видите, что обсыпала женщину за 35-40 лет, у которой никогда не было акне или было 100 лет назад, то, скорее всего, это именно токсикодермия. Про различные виды сыпи и что с ними делать, есть отдельный вебинар. Тоже можете посмотреть на ютубе. Итак, что мы получаем, соответственно, после праздников? Отеки, лишний вес, нарушение в работе желудочно-кишечного тракта, то есть это и кишечник, да, это стул становится у кого какой. Это может быть и тошнота, это может быть тяжесть правой половины живота, да, то есть печень начинает страдать. Это могут быть и сжоги, и гастриты, и обострения язвы, все что угодно, колиты, также аллергии, мы сейчас про них чуть-чуть поговорили, да, обострение акне, и розация здесь не написала, обезвоживание организма и кожи в том числе, и нарушение циркадных ритмов. Из-за того, что ночами не спали, а гуляли, вот, соответственно, организм привык не спать, у него сбивается ритм, и мы уже в рабочее состояние, когда нужно утром рано вставать, да, входим очень сложно, потому что две недели, там, или даже неделя, было все как-то наоборот, долго спали до часу дня, поздно ложились, там, в три часа ночи. Вот, то есть мне, например, после новогодней ночи, я до пяти утра не спала, мне было очень плохо на следующий день, несмотря на то, что никакого алкоголя, в общем-то, не было, и там, объедаловки тоже, у меня было ощущение похмелья, и вообще весь следующий день просто ушел в никуда, на смарку, мне было очень плохо, просто потому что я не спала. Я на это очень реагирую. Кто до скольки не спал? Новый год. До скольки кто гулял? И напишите, знаете ли вы, что такое циркадные ритмы? Напишите, да, если знаете, нет, если не знаете. Потому что это очень важный момент, и именно в плане здоровья. Здоровье, оно, ну, здоровье нашей кожи, красота нашей кожи, да, так как косметологи и вообще портал как бы про косметологию, про красоту, про кожу, да, нужно понимать, что если организм болен, то никакой здоровой и красивой кожи не будет. Что бы косметологи не делали, сколько бы 100 тысяч миллионов на процедуры не было выкинуто, это все будет слабо работать, если нарушены циркадные ритмы, если организм работает неправильно. Итак, циркадные ритмы – это ритмы сна бодрствования, которые у каждого человека, но они примерно одинаковые, то есть ночью мы спим, днем мы бодрствуем, да, в световой день мы бодрствуем, когда темно мы спим. Зачем это нужно, да, потому что, в принципе, ну, какая разница, есть же дежурство, там, вот медсестры дежурят, охранники дежурят круглосуточно, не спят ночью, потом отсыпаются днем дома. На самом деле это очень вредно для здоровья, потому что с вот этими ритмами сна бодрствования связана работа всей нашей эндокринной системы. Если мы забудем даже про нервишки, которые расшатываются, если плохо спать, то эндокринная система начинает расшатываться тоже, и в первую очередь это гипоталамогипофизарная система, которая находится в мозге, и она следит за работой всех наших эндокринных других органов, она начинает работать неправильно, соответственно, все остальные органы тоже начинают работать неправильно. Вот почечники не вовремя вырабатывают кортизол, нам не хочется вечером спать, потому что кортизол высокий, повышается уровень стресса, неправильно работают, в принципе, ну, начинает просто неправильно работать все, а вся эндокринная система, соответственно, следит за вообще нашим здоровьем. И так потихонечку, особенно те, кто летает куда-нибудь на Дальний Восток или в Америку, да, то есть туда минус 8 часов, туда плюс 8 часов, и часто вот эта смена часовых поясов, то есть ладно, один раз, это терпимо, но если часто какие-то командировки или поездки или еще что-то, то это тоже очень сильно отражается на здоровье, потому что 8 часов или там 12 часов разницы, это полностью смена циркадного ритма, и она происходит долго. Те, кто летал, например, в Америку или наоборот в Японию или там на наш Дальний Восток, да, те помнят, что такое джетлаг, те помнят, как очень сложно сначала привыкнуть спать, ложиться вовремя и вставать вовремя, а потом, когда ты возвращаешься, очень сложно назад перестроиться. Часто это занимает даже не несколько дней, а несколько недель, потому что это адаптация, и у каждого человека возможности адаптации разные. Если уже не очень хорошо работает организм, там это возраст, это какие-то заболевания, это стрессы хронические, то адаптация происходит медленнее, и человек выбивается из ритма, соответственно, он все время сонный, у него нет энергии, ему плохо. В принципе, за две недели гуляний можно сбить циркадные ритмы, и потом можно месяцами вливаться снова в рабочий ритм, когда там встаем в 7, ложимся там в 11. Это все очень сложно, если до этого ложился в 3 и вставал в час дня. В первую очередь нужно вспомнить, что мы ели не очень здоровые продукты, и поэтому проанализировать свое состояние, в принципе, было написано много там всего, и обезвоженность, и ожирение, и отеки, и еще что-то, и использовать определенную диету, чтобы эти состояния нормализовать, то есть, чтобы прийти в норму. Диеты разные, в каждом конкретном случае она своя, мы это все разберем. Здоровый полноценный сон, это очень важно, особенно тем, кто сбил свои циркадные ритмы. Чтобы легче было засыпать, можно использовать мелатонин, это нейромедиатор, который вырабатывается в темноте и способствует засыпанию. То есть, это не совсем лекарство, от него нет побочных эффектов, в принципе, такой безопасный адаптоген, который помогает вернуть циркадные ритмы в норму. Пьется он в темноте, в полной темноте, когда уже лег спать, выключил свет, и вот тогда выпивается мелатонин, там 3 миллиграмма, и, в принципе, это способствует засыпанию. Не всегда, ну, то есть, это не снотворное. Может и не сработать, если вы будете лежать и думать о глобальных проблемах политических и внешнеэкономических, то вы не заснете. Если вы уже постараетесь все-таки заснуть, то может получиться. Умеренная ежедневная физическая активность. Не надо пытаться, выйдя из похмелья, из похмельного синдрома или еще в нем находясь, резко бежать в спортзал и в качалку, и резко пытаться скинуть лишние 3 килограмма набранные за 2 недели, потому что организм в стрессе был эти 2 недели, накапливал, и резко давать ему физический стресс нельзя. То есть, должна быть ежедневная умеренная физическая нагрузка. Это прогулки, это может быть бассейн какой-нибудь, это танцы. То есть, то, что в удовольствии. И не до седьмого пота. До седьмого пота можно через месяцок начать или еще как-то. А в начале это именно должно быть что-то очень легкое, но при этом ежедневное. Нормализация работы ЖКТ и почек. Так как из-за непонятной еды и питья в принципе действительно нагрузка идет большая и на печень, и на поджелудочную, и на почки, то нужно их поберечь. Это достигается и диетой, и отдельными препаратами. То есть, если у вас есть проблемы, то лучше обратиться к врачу и, соответственно, все это отрегулировать. Лечение и обострение основных заболеваний. Это понятно. Питьевой режим. Что такое питьевой режим? Это то, как нужно пить. Сколько воды пить? Когда ее пить? Что еще пить, что не пить? То есть, это больше относится к тем, у кого есть отеки и к тем, у кого есть обезвоживание. Тоже к этому вернемся. Правильный уход за лицом. Наконец-то это то, что наше. Косметолог, массаж и отпуск. Отпуск после выходных. Тяжелых. Сейчас все разберем. Итак, какие теперь проблемы именно с кожей мы получаем после долгих праздников? Отеки, сухость, обезвоженность, обострение акне, обострение розации, аллергии. В принципе, мы это разобрали, но напомню. Отеки, почему? Отеки из-за алкоголя, отеки из-за гиподинамии, отеки из-за сильно соленой еды. Соленой, перченой и так далее. То есть, в принципе, все, что мы делаем обычно в праздники, если мы не уехали на лыжах кататься или плавать, или, может быть, на дачу и гулять. То есть, те, кто активно проводит отдых, у тех не будет этих проблем. Мы сейчас говорим про большинство населения, которые обычно не очень осознанно живут, и им проще со своими проблемами обратиться к косметологу или к врачу, чем предупреждать эти проблемы, просто ведя здоровый образ жизни. И задумываясь над тем, что будет завтра, если я сегодня лягу в 5 утра. То есть, вот что-то такое. Я знала, что у меня 1 числа будет отдых. Поэтому я смогла спокойно лечь как в 12, так и в 5 утра. Я, в принципе, знала, что дня следующего у меня не будет. Сухость кожи получается тоже из-за алкоголя, тоже из-за соленых и таких вот вкусных продуктов, а также, может быть, и из-за аллергической реакции. Обострение акне. Здесь, конечно же, еда. Все эти майонезики, все это жирное, курочки, это все, и алкоголь в том числе, будет провоцировать обострение акне. Так же, как, в принципе, и розация. Потому что при розации алкоголь нежелателен и тоже должна соблюдаться определенная диета. При акне еще те же цитрусовые тоже обострения дают, всякие конфетки. Вот это все вот то, что мы едим. Аллергия, мы ее разобрали. Она может быть как общая, так и на лице. То есть, мы будем говорить о той аллергии, которая на коже. То есть, это чаще всего токсикодермия. Вряд ли с крапивницей вам кто-то придет. Крапивница чешется ужасно, поэтому побегут к дерматологу. Так, а теперь по очереди разберем все. Напишите мне, пожалуйста, насколько хорошо вы знакомы с продукцией Гельтек. То есть, насколько подробно мне рассказывать про каждый продукт. Если вы работаете на нашей косметике, то, ну, в принципе, вам по названию будет все понятно. Если вы ни разу не работали, то я вам рекомендую посмотреть видео. Ну, составы все написаны, каждого продукта написаны на сайте Гельтека. То есть, вы тыкаете на определенный продукт, смотрите состав, смотрите, что там написано, для чего, от чего. И есть еще видео на Ютубе, тоже по каждому, каждому продукту. Вот. То есть, можно это все узнать, можно все это легко понять. Тунгалак, вы смотрите первый раз вообще что-то от Гельтека? Никогда не видели, никогда не пользовались? Я буду напоминать, что в составе этих средств находится, и почему я их выбрала в данном конкретном случае. Отлично, Виктория, что работаете. Да, про Элкарапан я тоже скажу, конечно. Конечно, это очень классный гель физиотерапевтический. Так. Итак, если к вам пришел человек-отек, человек-пузырь, и он божится, что у него все нормально с печенью, и что он не алкоголик, а просто такие были праздники, и вы тоже никогда раньше не видели, что там были какие-то серьезные отеки, вот, то, соответственно, вы сначала узнаете, что же он делал в празднике, то есть, что повлекло за собой отек. В принципе, мы об этом уже поговорили, да, то есть, это неправильная еда, много алкоголя, гиподинамия, там, плохой сон тоже, какой-то в неправильном положении, если он не дома ночевал, а где-то там 20 человек на полу, вот, то, в принципе, духота, отеки, это, в общем-то, нормально в такой ситуации. Итак, как их корректировать? Во-первых, диета. Какая конкретно должна быть диета при отеках? Не должно быть ничего сильно соленого, сильно перченого, сильно такого вкусного. То есть, лучше есть овощи, свежие, салатики, там, в принципе, вареные овощи, там, на гриле можно их как-то пожарить. Вот, мясо, например, уже будет тяжеловато. Диета долго не обязательно, то есть, это не то, что все, теперь пожизненно мясо нельзя, рыбе нельзя, ничего нельзя, сидите на овощах. Нет, лучше исключить все, что содержит глютен, потому что все, что содержит сладкое, быстрые углеводы, потому что быстрые углеводы приводят к отекам практически в любой ситуации у любого человека. То есть, убираем сладости, убираем булочки и даем много овощей. Вот, то есть, питьевой режим. Пить надо много в первой половине дня, а на ночь, наоборот, не пить. Не обязательно пить 2 литра в день воды, а пить надо воду. Мочегонные не советую пить, от них, наоборот, отеки усиливаются. Можно попить какие-нибудь морсики брусничные, там, брусничный лист максимум, там, чаек заваривать. Это помогает быстро снять отеки, но нужно понимать, что они могут вернуться, потому что это не совсем лечение, да, это разгонка почек. Вот, то есть, если мы пьем мочегонные, то воды должно поступать в организм достаточное количество. Не то, что с утра одну чашечку выпил мочегонного, и все, и до следующего дня ничего не пьем, потому что ждем, когда все выйдет, чтобы посушиться. Нет, так нельзя, пить надо как раз при отеках много, потому что почки должны заработать. Контрастный душ очень хорошо помогает. По утрам контрастный душ, вечером контрастный душ не советую, потому что перед сном он не даст тогда заснуть, и циркадный ритм не восстановится. То есть можно, в принципе, после работы, если там в 7, допустим, пришел человек домой, можно сделать еще второй раз контрастный душ, если сильно отеки, если нравится, или там только ноги помыть, контрастно-холодная теплая вода. Но вот не прям, ни в 10, ни в 11 вечера перед сном, потому что контрастный душ всегда возбуждает нервную систему, и идет выброс и тестостерона, и кортизола, просто человек будет плохо засыпать. Свежий воздух. Духота всегда способствует отекам. Отеки – это застой, отеки – это нарушение работы клеток, и свежий воздух с кислородиком улучшает это состояние. То есть нужно больше гулять, проветривать и так далее, спать с открытой форточкой. Что мы можем делать дома? Какие препараты будут хороши? Препараты, в первую очередь, с микроэлементами, микроэлементами, потому что все соли, нанесенные снаружи, не внутрь, а снаружи, они способствуют выведению отеков, они способствуют лимфодренажу, лимфодренажному действию. Препараты с йодом, то есть это, в принципе, водоросли, и у нас там есть еще такой специфический комплекс с йодом, который используется в трех продуктах, там, в антицелитном геле и в сыворотке актив лифтинг. В водоросли, да, у нас есть фукус, в принципе. Венотоники. Венотоников очень много, можно их всех посмотреть в геле антикуперозном, там сплошные венотоники. Это арника, например, это витамин С является венотоником, конский каштан, гречиха, цинтелла азиатская, гутукола. Это все, короче, венотоники. Гуарана. Итак, в каких продуктах бельтека есть вот это все? Тоник для жирной проблемной кожи, соответственно, можно протираться. Гель тонизирующий, там микроэлементы, витамины АЦЕ. Сыворотка актив лифтинг, там и йод, и венотоники, и водоросли. Она, в принципе, создана для лимфодренажа, то есть можно ее использовать. Ее можно использовать на все лицо. Ну, лоб обычно не отекает у людей, веки отекают на веки. В принципе, тоже можно использовать. Если раздражение вы не чувствуете, нет раздражения на веках на нее, то, пожалуйста, используйте. Ну, это нет противопоказания для использования на веках. Если у вас они не сверхчувствительные, вы не видите это противопоказание после использования сыворотки. Гель пектиновый. В пектиновом геле, кроме пектина, гиалуронки, есть тоже микроэлементы. Если у вас гиперкератоз, то, и где-то завалялся гель пектиновый, то можно убить всех зайцев сразу, то есть и борьба будет с гиперкератозом, и, соответственно, с отеками. Антикуперозный гель создан для улучшения состояния сосудов. В нем очень много различных активных компонентов. Траксирутин, в том числе, витаминцени, ацинамид и венотоники. Экстракты трав различных. Единственное но, на него может краснеть лицо. То есть нужно сначала попробовать, и попробовать в первую очередь вечером, потому что он активный, и он может вызывать покраснение лица. Это нормально. То есть это не аллергия. Это нормально, просто это неудобно делать с утра, потому что красный на работу приходить как-то не принято. А вечером можно в темноте и красный полежать. От этого сосуды улучшаются, от этого улучшается микроциркуляция, уходят отеки, улучшается состояние кожи, происходит улучшение питания кожи, что с возрастом всегда нарушено. Также у курильщиков, например, и в мегаполисах тоже. То есть этот гель очень полезный, он очень омолаживающий, он для всех, у кого есть купероз. В принципе, для некоторых, у кого розация, но при этом кожа нечувствительная. То есть его нельзя при чувствительной коже. Если кожа в нормальном состоянии, используйте его, особенно если человек склонен к отекам. Энзимная пектиновая маска тоже содержит соли, плюс по ней можно сделать самомассажик и, соответственно, снять отеки. То есть тоже можно использовать как такую экспресс-маску, на 10 минут вы ее наносите, потом смываете, заодно пока смываете, тоже делаете массажик, как конкретно делать массажик. Есть тоже отдельный вебинар, массаж для всех и каждого называется, тоже можете посмотреть, если вы склонны к отекам. Это именно больше, ну, там много всего. Вот. По телу. Есть замечательный физиотерапевтический гель L-карапан. Он прям лечебный, там большое количество солей. Солей этих пугаться не надо, наоборот, они даже при обычном нанесении, то есть вместо крема для тела, они улучшают лимфодренаж во всем теле, то есть его можно везде наносить, его, в принципе, даже на лицо можно наносить, он не вызовет никаких неприятных ощущений, просто он может там как-то не очень хорошо впитываться, или еще что-то, он может, да, отличаться от вашей обычной сыворотки для лица, ну, потому что он создан для тела и создан для физиотерапии, то есть он плотный, чтобы по нему можно было долго работать различными манипулами, да, от аппаратов. Он достаточно хорошо увлажняет, и можно, соответственно, пользоваться, когда у вас отеки, ведь отеки не только под глазами, не только на лице, но и на ногах, и везде, все тело обычно отекает, если ему плохо. Просто смотрим мы на себя в основном в зеркало, видим в основном лицо. Да, вот Виктория очень хорошо написала, что он помогает при болях в суставах, потому что чаще всего боль в суставах – это не только разрушение, да, истончение, нехватка суставной жидкости, но это еще и воспаление, и отек, потому что любое воспаление всегда сопровождается отеком. Соответственно, L-карапан можно и просто наносить на больные суставы, делать такой массажик. Лучше, конечно, на всю конечность, потому что лимфа должна уйти не просто из сустава, она как бы насосом подтягивается к центру тела. То есть нужно все тело обрабатывать, если у вас болит какой-то даже один сустав. И можно делать обертывание с L-карапаном, просто для как антицеллюлитной, лимфодренажной. Можно четко на сустав его делать, то есть замотать на ночь пленкой обычной, пищевой, и все, и спать, утром все это снять. Будет меньше болеть сустав, особенно вот у пожилых, на погоду у кого болит и так далее. Потому что снимается отек, очень хорошо противовоспалительное действие происходит. Так, есть еще антицеллюлитных два геля. У Гельтека они по составу, в принципе, одинаковые. Там больше для аппаратного воздействия разница. То есть один токопроводящий, другой для ультразвуковых методик. Но если мы просто дома используем, то вообще все равно, какой брать. Соответственно, их можно просто наносить на тело. Они тоже дадут лимфодренаж, но не такой сильный, как L-карапан. И можно с ними тоже делать обертывание дома, например, тоже под пленочку. У косметолога что мы можем делать? Понятно, что массаж лица мы можем делать. Лимфодренажный именно. То есть не скульптурирующий, не какой-то такой разминающий мышцы, не жесткий. Если у нас есть отек, это нарушение оттока. То есть плохо работают вены, плохо работают лимфатические сосуды. Если мы намнем сильно, то опухнем. Это как после антицеллюлитного массажа часто, и это неправильно, объемы прибавляются. То есть если после него в этот день, на следующий день утром померится, попу, ноги, объем прибавится. А после лимфодренажного массажа объем уходит. Как вы думаете, почему? Напишите, пожалуйста. Уходит отек, да, Татьяна. Когда мы делаем лимфодренаж, уходит вода, потому что застаивается вода, нарушая тот же целлюлит, да, это не только жир. Бывают худенькие девочки с целлюлитом. Это что? Это застой, то есть нарушение кровообращения не при токе крови, а оттоке крови. Оттоке крови, даже больше не крови, потому что они же не синенькие приходят. Они же приходят бледненькие и рыхленькие. Это нарушение лимфатического оттока, застой. Виктория, жидкости жировых клеток не выводятся. В жировой клетке огромная жировая вакуоль, там нет жидкости никакой. Антицелитный наминает сильно, то есть идет приток крови, а отток-то нарушен, поэтому оттока не будет, усиливается. Усиливается только приток крови при жестком массаже, не важно на попе мы его делаем или на лице. С области лица в принципе нарушен отток, особенно под глазами, особенно малярные мешки. Поэтому, когда мы сильно намнем лицо или слишком долго, или руки очень горячие, или если кто-то камнями делает, или там, не знаю, ложками, какими-то поварешками, если делать горячими предметами, будет отек. То есть, в лице так делать нельзя. Если попу хотя бы под юбкой можно спрятать, всю в синяках, и отечную после антицеллюлитных, неправильных массажей, то лицо мы не спрячем, да, будет вообще отлично, в кавычках. Поэтому массаж делается только лимфодренажный при отеках. Лицо, если там на лице какие-то высыпания, или аллергия, или еще что-то, то есть, мы не можем трогать лицо. Шейно-воротниковую зону достаточно сделать, лимфодренаж, даже ноги достаточно сделать, там, даже до голени. Когда делается лимфодренажный массаж, правильно, лимфодренаж запускается во всем теле. Когда я делаю лимфодренажный массаж лица, люди не просто бегут в туалет через 20 минут этого несчастного массажа, да, счастливого, приятного, кольца начинают спадать или наоборот надеваться нормально, кольца начинают на пальцы нормально надеваться, то есть, уходит отек даже с рук, не говоря уже про ноги, отовсюду уходит отек, всего за 20 минут правильного массажа, нежного, нежесткого. От жесткого массажа будет только отек или от горячего какого-то. Поэтому, если человек уже в отеке, уже ему плохо, вы его рассматриваете как больного и не делаете ничего с ним жесткого. Только очень нежно, очень ласково и сплошной лимфодренаж, потому что нужно все вывести. Считайте, что у него сплошная интоксикация организма, нужно вывести продукты распада алкоголя. Микротоковая терапия, она тоже дает очень хороший лимфодренаж. Она тонизирует сосуды, тонизирует вены, соответственно, венозный отток и лимфатический отток улучшаются. Поэтому микротоковая терапия очень классно дренажит. Ее, соответственно, я рекомендую делать, если прям совсем отечен, надо быть красивой, то даже до декольте. То есть, не останавливайтесь на лице или там только глаза, если отекли. Делайте везде, начиная с декольте и выше, выше, выше. Пусть процедура будет 25-30 минут, но зато вы эффект получите гораздо более длительный и может быть отек и не вернется. Достаточно будет, может быть, одного раза. Если еще домой, вы дадите правильные продукты ухода. Ультразвуковая терапия. Многие забывают, что ультразвуковая терапия тоже отлично помогает от отеков. и просто вдруг у вас микротоков нет. И вообще замечательно разжижает застой любой и лимфодренажит. Просто классно. Плюс, если микротоковую терапию нельзя, например, при акне и при каких-то аллергиях и так далее. То есть, у микротоковой терапии, так как это электрометодика, больше противопоказаний, больше нужно сборить и больше осторожностью работать, чем с ультразвуковой терапией. То есть, если вы, там, кожа очень чувствительна или что-то еще, проще использовать ультразвуковую, она тоже даст лимфодренаж отличный. Я очень люблю ультразвуковую терапию использовать после операции каких-то любых, после травм, после операции, когда все там не дозажило, какой-то отек, какие-то бугры, какая-то, ну, особенно на веках, это видно сильно, потому что все очень тоненькое. Один сеанс ультразвуковой терапии убирает весь отек, убирает все бугры, и вообще, 10 минут, все красиво, все отлично, еще и ускоряет заживление. Альгинатные маски, я их не в домашний уход положила, вынесла, потому что, в принципе, есть девушки, которые покупают себе альгинатные маски, но то, как они выкладывают потом фото, какие они, как они их сделали, это смешно, и это так не работает. Поэтому я против использования альгинатных масок дома, но это как баловство, да, ну, то же самое, трусы на голову надеть может. Альгинатные маски, мы учимся их делать не один, не с первого раза, не у всех получается с первого раза, да, то есть, есть определенные условия, при которых альгинатная маска максимально эффективна. Это полностью закрытые глаза и рот, да, то есть, вот, только нос остается. Когда полностью все закрыто, и желательно еще и шея, как бы в маске, то тогда происходит правильный лимфодренаж. Увлажнение происходит просто за счет окклюзии, дело не в увлажнении, но хотя это тоже приятно, потому что мы под маску, если нанесем любой продукт из, соответственно, правого столбика, то лимфодренаж усилится, но при этом еще чисто механически идет очень хороший лимфодренаж за счет того, что маска стягивается. Кому нельзя альгинатной маски? При акне, при каких-то повреждениях кожи. И после пилингов нельзя альгинатной маски, потому что они углубляют действие пилинга. Соответственно, если акне и отек, то мы делаем глиняную маску, потому что она тоже стягивает кожу, именно сама стягивается, соответственно, выдавливает лимфу из кожи, из верхних слоев. И можно поработать с телом, то есть это обертывание именно лимфодренажное, то есть это водоросли, соли, гелиалкарапан. Ну, в принципе, гелиалкарапан вообще будет отлично. С отеками все понятно, едем дальше. Так, обезвоженность. То, что очень часто бывает. Я вот, например, в субботу был день рождения моего сына, 16 лет, и ну, что ребятам заказать, да, подростки? Я заказала пиццу, в принципе, все вроде со здоровыми желудками. Мы заказали три пиццы, я, соответственно, тоже ела пиццу. Я высохла ужасно, просто, у меня сухие губы были следующие два дня, у меня кожа высохла, просто потому, что я съела там три куска пиццы. вот, потому что пицца соленая, а, и гастрит у меня, ну, без боли, но было неприятно, то есть у меня прям вообще весь организм среагировал, он настолько привык уже к какому-то, ну, определенному питанию, даже я ем редко, там, но метко, но вот фастфуд я себе не позволяю, потому что мне от него плохо. Я не скажу, что пицца не была жирная, то есть она нормально переварилась, но все равно это прям вот, прям было плохо мне, нехорошо, у меня во рту был какой-то привкус, там, два-три дня, я вся сухая была, вообще ужасно, вот, поэтому я потом отпаивалась просто водой, чаечками, там, и так далее. Поэтому в первую очередь питьевой режим нужно пить, если вы высохли, то точно два литра воды, поменьше кофе, там, ладно, один раз вы попьете кофе, поменьше чая, потому что у них есть, у кофе есть мочегонный эффект, да, поменьше морсиков, потому что мочегонный эффект, больше именно просто чистой воды, ни соков, ни какао, ни кофе, ни чая, ни молока, ни кефира, а именно воды, только вода дает полноценную коррекцию обезвоженности организма, от алкоголя тоже часто обезвожен, от соленой еды обезвоженность, то есть, вот, можно это не чувствовать, потому что, допустим, человек постоянно это ест и постоянно немножко обезвожен, да, и поэтому вроде как нормально, но когда приходят к косметологу, мы трогаем там нос, лоб, чувствуем, как наждачка, вот прям наждачка, то есть поры стоят, в порах содержимое пор торчит и царапается, вот, это признак обезвоженности хронической, не тогда, когда уже шелушение, шелушение, это вообще там нарушение барьера, это все, а вот обезвоженность именно всего организма, это поры, которые именно, то есть сало стало уже настолько сухим, что оно стоит, как скала, маленький, куча маленьких скал, и мы это все можем почувствовать просто пальцами, соответственно, а сало должно быть жидким, оно должно изливаться на поверхность кожи, смешиваться с потом и давать такой барьер, гидролипидная мансия, которая называется, да, то есть гидровода плюс липиды, это вот этот вот крем, который мы сами себе вырабатываем, если у нас поры стоят, этого барьера нет, все плохо, человек начинает мазаться кремом, чтобы его заменить, но от этого поры только еще больше забиваются, и получается замкнутый круг, все равно ничего хорошего, вот, поэтому питьевой режим обязательно, поменьше мочегонного, из диеты убираем вообще все соленое, пряное, вкусное, сладкое, мучное, потому что это тоже ведет к обезвоженности, весь фастфуд, все жирное еще убираем, убираем мясо, потому что мясо требует очень много жидкости для того, чтобы его переварить, рыба, например, не требует, ну, если она не соленая, обычная, да, не требует столько жидкости для переваривания, а мясо, это достаточно тяжелая пища, оно тяжело переваривается, и требует много жидкости, после того, как вы поели мясо, потом сушняк наступает, всегда, если там стейк съесть, например, даже если не солить этот стейк, он все равно очень, именно, сложно перевариваем, белок, именно мясо, всегда сложно переваривается, поэтому стараются как-то облегчить это, то есть, во многих диетах волокна эти мясные, там, ну, идут разработки, очень много разработок, как убрать вот эти вот мясные волокна, чтобы легче усваивалось мясо, потому что у очень многих людей с проблемами ЖКТ или с возрастом ухудшение идет переваривание мясных продуктов, а все-таки в мясе очень много полезных веществ, да, ну, и любят вкус мяса люди и так далее, то есть, ну, не все могут от него отказаться, да, не все могут быть вегетарианцами, у всех очень разные ферменты, там, у кого-то аллергию на всех этих рыб и так далее, поэтому диета должна быть такой водянистой, то есть, мы пьем кефирчики, мы едим творожки, мы не едим мясо, мы можем есть рыбку, очень много овощей свежих, потому что в них много водички, можно есть фрукты, в них тоже много водички, а вот, например, сухофрукты и орехи мы не будем есть, потому что в них нет водички, да, и она нам и так нужна, а так мы ее пьем, пьем для себя, а она пойдет на сухофрукты и на орехи, то есть, нужно есть продукты, в которых уже есть вода, то есть, все такое водянистое, желейки какие-нибудь, холодцы, пожалуйста, бульончики, то есть, вот супчиков побольше, все вот такое, а вот что-то такое сублимированное, сухое или полусухое мы не едим. В домашнем уходе щадящее умывание, потому что кожа уже страдает, ей уже плохо, она уже обезвоженная, соответственно, можно умываться без воды, можно протираться лосьоном очищающим, можно вообще только тоником протираться, у кого, понятно, что если кожа жирная, то, ну, не сможет человек не умываться, да, но хотя бы лосьоном очищающим, тогда, чтобы в воде долго не сидел, увлажняющий тоник берем, тоник с гиалуроновой кислотой и эластином, самый увлажняющий тоник в мире, сыворотка 3D-увлажнения, ей, правда, нужно подольше пользоваться, потому что там это пептидная косметика, там есть 3 вида гиалуроновой кислоты, но не это самое главное, то, что там есть пептид, который улучшает выработку аквапаринов, аквапарины это такие белки в коже, которые отвечают за ее увлажнение на всей толще эпидермиса, то есть они отвечают за то, чтобы верхний слой тоже какую-то воду получал, чтобы она в нем задерживалась, как натуральный увлажняющий фактор, так и белки аквапарина за это отвечают, то есть можно начинать пользоваться этой сывороткой заранее, в следующем году в декабре, тогда январь не будет таким сухим, ее вообще очень хорошо использовать перед какими-то поездками, перелетами, кто часто летает обязательно, ее надо пожизненно использовать, перед отпуском, потому что смена климата, опять же поездка в самолете сухом, еще что-то, очень хорошо хотя бы за пару недель начать перед отпуском, с собой удобно брать, там ампулки такие закрывающиеся, а, сейчас эти тюбички, тюбички же теперь, тюбики очень миленькие, то есть в отпуск очень удобно брать с собой, она под любой макияж, под любой солнцезащитный подходит, вообще везде под любой крем, под любую сыворотку, то есть это такое как бы дополнение к увлажнению, именно такое глобальное. Гели серии Нео, есть гель для сухой нормальной кожи, соответственно в серии Гидротейшн, есть гели антивозрастной в серии Антиэйдж, эти гели, в них, конечно же, есть гиалуронка, там и другие увлажняющие вещества, но самое главное, что в них есть фосфолипиды, фосфолипидный комплекс с антиоксидантом дегидрокверцетином, а фосфолипиды составляют мембраны наших клеток, то есть они в принципе восстанавливают кожу, когда кожа обезвожена, когда кожа как-то повреждена и так далее. Я очень люблю эти гели оба и для тела, и для лица. Помним, что обезвоженность это не только на лице, это и волосы высохнут, это высохнут глаза, это высохнут губы, высохнут руки, высохнет тело. То есть нужно помогать всему, поэтому я начинаю с общих рекомендаций по поводу питания, по поводу питья и образа жизни какого-то. Потом уже на домашний уход. То есть гели Нео они есть в больших бодьях по сейчас даже покажу. Вот у меня стоит сколько здесь? 500. 500 грамм, пожалуйста, лицо и тело. Вообще никаких проблем покупаем, используем. И кожа везде будет хорошо увлажнена и зимой, и летом. Если надо, то еще можно крем, конечно, добавить и для тела, и для лица, неважно. Но эти гели очень хорошо восстанавливают увлажненность кожи. Кремы. У Глитека есть, теперь стало больше кремов, потому что еще появилась крем-сыворотка Витаматрикс. Это новинка. Это такой легкий крем с витаминами АЦЕ. То есть его можно, ну, в принципе, как любой крем, да, при обезвоженности кожи, крем тоже хорошо использовать, желательно легкий, то есть не жирный крем, потому что жир не увлажняет, жир ухудшает увлажнение кожи, пожалуйста, запомните это. Поэтому наши кремы, они все легкие. Крем увлажняющий, универсальный крем для любого типа кожи, в нем много противовоспалительных заживляющих компонентов, то есть он подойдет и при акне, и при розации, и при аллергии, и просто так очень его люблю, отдала свою племянницу, все никак не могу заказать, страдаю в следующем же заказе, куплю себе тоже увлажняющий крем, всегда беру с собой его в отпуск, потому что даже при обгорании, например, ну, там, или какое-то раздражение, всегда снимает любые раздражения очень хорошо. Массажный крем массажный, питательный массажный спа апельсин, он называется, это просто крем, который чуть плотнее, чем увлажняющий, он не для попы, он для лица, но можно, конечно, и на попу, по нему можно делать самомассаж, можно делать массаж, вот, он пахнет очень вкусно, бодрящий апельсинчиком, после массажа его желательно смывать, или хотя бы тоником протирать, потому что может у при жирной кожи, при коже склонной к акне вызвать, соответственно, обострение, через несколько раз, одного раза не вызовет, в принципе, хороший такой зимний крем, тоже хорошо увлажняет, еще и пахнет вкусно, но не все пахнут вкусно, но он апельсинками, пахнет, бодрит, про витаматрикс я сказала, и увлажняющая маска, как во удовольствие, ей можно пользоваться хоть каждый день, по ней можно делать самомассаж, если особенно еще и отек есть, ее можно просто втереть, взять большое количество и массажными движениями втереть, то есть будет больше увлажнение кожи, чем просто взять один чуть-чуть геля или столько маски, и как слиппинг-маску, то есть втерли большое количество и спать, тоже удобно, она гелевая, если же вы ее толстым слоем наносите, то минут на 20, потом смываем соответственно водой, потому что она подсыхает, можно под пленку использовать. Если мы говорим про уход у косметолога в кабинете, то это форезы, электрофорез, электропорация, ультрафонофорезы, то есть ультразвуковая терапия, микротоковая терапия, там тоже есть форезы, там идет электрофорез небольшой, лазерофорез, то есть любые форезы можно делать, то есть увлажняющие процедуры с форезами. Почему с форезами? Потому что мы таким образом можем вогнать в кожу более глубокие слои кожи больше не просто воды, мы же не воду туда вгоняем, мы вгоняем вещества, которые эту воду любят, собирают вокруг себя и задерживают ее вокруг себя. Именно не в жир, как отек, отек же у нас в жире, находится до жира, мы не добьем, а именно в эпидермис и там в дерму немножко тоже что-то попадет. Вот этого мы добиваемся, используем гель-концентрат с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой двухпроцентной, легче всего можно использовать в принципе, если микротоки, можно тоник с гиалуронкой использовать, можно гели серии нео использовать, то есть тут уже на ваш вкус можно гель-концентрат нанести просто на лицо, а уже форез делать, например, по гелям нео, тоже будет очень хорошо. Если хотите удешевить процедуру, даже по более каким-то бюджетным гелям тоже можно сделать по увлажняющему гелю, все равно есть гиалуронка, алоэ, они будут все равно работать. Плюс форез тоже сама физиометодика любая, она так это взбодрит кожу, заставит ее работать, заставит нормализоваться кровообращение, потому что кожа питается не от наших кремов, кожа питается изнутри, дерма питается изнутри только из крови. Мы снаружи до дерма очень сложно что-то добить. Проходит хорошо ниацинамид и кофеин, вот это доказано, это легко. Эфирные масла проходят, только зачем, они не несут с собой никакого увлажнения, скорее аллергию могут принести. Вот, как-то так. чесноком если намазаться, тоже проникнет. Вот, но зачем, вопрос зачем. Так, при обострении акне, да, то есть в первую очередь нужно понять, акне ли это, потому что это может быть токсикодермия, мы ее чуть попозже в конце разберем. как мы лечим акне. В первую очередь диета, вам большими буквами специально написала, при акне используется диета, исключающая различные там, молоко, курицу, сладко, ну, быстрые углеводы, иногда все молочные продукты нужно смотреть, диета подбирается достаточно индивидуально, потом, что еще, всякие соленья, варенья тоже убираются, ну, такая пресная еда, овощи, овощи, в основном надо кушать овощи, орехи можно есть, об этих диетах, в принципе, ну, это индивидуально подбирается, нужно индивидуально смотреть, что там не так, но всегда лучше убрать курицу и молоко, курицу, молоко обязательно, цитрусовые тоже убрать нужно, и сладости, здоровый сон, потому что акне, мы помним, что это не только проблема кожи, да, и то, что мы едим, и эндокринная система, как работает, поэтому для нормализации состояния кожи нужно нормализовать эндокринку, в том числе, а это здоровый сон, руки прочь от лица, потому что все вот эти ковыряния приводят только к распространению инфекции и ухудшению заживления, чистые наволочки, бумажное полотенце, то есть, если человек с акне поехал куда-то там к бабушке, к друзьям, еще куда-то где-то ночевал, непонятно где, то акне обострится практически в 100% случаев, некоторые еще и приносят вообще импетига, то есть, обсыпанные, получается, инфекции, там, стафилококком, стриптококком, просто потому, что это чужие бактерии, непривычные, и наша кожа к ним была не готова, вот, получается, очень неприятно. людям с акне, если они где-то едут в поезде каком-то или ночуют в гостиницах, то надо либо гостиницы дорогие выбирать, где белье кипятится, ну, хорошо стирается, либо вообще ездить со своими наволочками, потому что любая инфекция сильно ухудшает состояние, просто при акне, что у нас плохо работает, кожа работает неправильно, иммунитет в коже очень плохой, и любая зараза сразу липнет, целовалась и все обсыпала, да, с щенком поцеловалась, все обсыпала, с ребенком поцеловалась, все обсыпала, неважно, с кем целоваться, все равно обсыпет, вот, потрогал кто-то за лицо, там пошла макияж делать где-то, да, моделька или там фотосессия, все, кисточки эти, которые до этого 10-20 человек других трогали, все обсыпет вообще жутко, вот, то есть, в первую очередь, когда мы боремся с акне, нужно восстанавливать иммунитет кожи, нужно восстанавливать барьеры кожи, нужно делать кожу нормально работающей, потому что акне, это большая проблема, в том числе с барьером, и так, дома, что мы используем, гель очищающий, он, как раз, содержит компоненты, которые полезны при акне, полезны для жирной кожи, противовоспалительные, в принципе, у нас вышла пенка, для очищения, пенка мус, там, содержится алоэ вера, и пантенол, тоже очень хорошо при акне, особенно, если много постакне, остается на лице, они долго заживают, тогда пенка, даже лучше, чем гель очищающий, будет работать, но в геле очищающем, там, ромашка календула, гомомелис, то есть, тоже все хорошо, плюс макияж, тот и другой снимает, прям отлично, то есть, те, кто замазывают, это все, там, красится ярко, им тоже понравится, потому что макияж смывается, одного раза, очень хорошо, при этом, кожа не пересушивается, при акне, очень важно, не пересушить кожу, далее, тоник для жирной проблемной кожи, он тоже такой комплексный, хороший, классика жанра, демотен, который у нас уже, сколько, лет 20, демотену уже, я честно говоря, точно не знаю, день его рождения, но это отличное аптечное средство, дерматологическое средство, гель, гель-сыворотка, для лечения акне, который не сушит, который обладает противовоспалительными, противобактериальными, противодемодекозными свойствами, успокаивающими, увлажняющими, потому что содержит алоэ, гиалуронку, препараты серы, и там поливинилперолидон, который является дезинтоксикантом, Виктория, гель очищающий отлично снимает макияж, даже водостойкий, 2-3 капли, вспениваем в руках, есть видео, как я это делаю, прям смываю себя макияж, сначала крашусь на быстрой перемотке, потом смываю макияж, гель очищающий смывает вообще все, просто отличнейшее, и мусс тоже, новая пенка тоже отлично смывает макияж, она чуть пожестче, чем гель очищающий, вот именно на мой вкус, то есть я гелем, у меня же сухая кожа, гелем очищающим я могу умываться каждый день, длительно, я это не каждый день делаю, но не важно, пенкой я каждый день, неделю не поочищаюсь, она меня начинает немножко сушить, хотя я беру, ну чуть-чуть, пенки нужно чуть-чуть совсем тоже, вот, итак, демотен, это просто царь и бог, увлечение акне, на самом деле, если вы не пробовали, вообще, даже не думайте, пробуйте, потому что, стоит недорого, там 100 миллилитров, тюбик, кстати, лучше прокалывать иглой, там, защита от, как бы, от того, чтобы, как это называется, от вскрытия флакона, да, там тюбик заклеен, как зубные пасты, заклеивают фольгой, вот, лучше ее проткнуть иголочкой, тогда он не вытекает в крышечку, либо, может быть, сделают поуже эту дырочку, вот, просто это требование, должна быть упаковка у аптечной продукции, невскрываемая, чтобы туда ни воздух не заходил, ни руками там никто не лазил, не пробовали, да, потому что, как тюбик проверить, вскрывали его или не вскрывали, если нет этой фольги, никак, вот, так, следующие продукты, тоже важные, сыворотка ProBioskin, это новинка, это гелевая сыворотка с пробиотиками, с инулином, с лизатами бифидобактерий, лактобактерий, то есть, это то, что сейчас многие, в принципе, фирмы топовые, да, не только топовые, сейчас, в принципе, принятые, о кишечнике заботятся, да, о микробиоме кишечника, много книг на эту тему написано, много исследований, и на каждой конференции, которые относятся как к неврологии, так и к дерматологии, косметологии, там, и вообще здоровью, эндокринологии, все говорят о микробиоме кишечника, но, есть микробиом кожи, тоже не меньше, чем микробиом кишечника, тоже на нашей коже живет, очень-очень много бактерий разных, и доказано, что при акне, конечно же, идет дисбактериоз кожи, и нужно восстанавливать микрофлору, то есть, когда мы при акне используем кислоты, когда мы при акне используем жесткие умывалки, когда мы при акне используем антибиотики, как внутрь, так и наружно, да, потому что такое лечение тоже есть, у меня пациент из Франции, его там год на этой трациклинии держали, просто внутрь, мальчик-подросток, но у нас так уже не делают, а у них еще делают, вот, то есть, соответственно, о микробиоме надо заботиться, и вот мы выпустили сыворотку пробиоскин, который это делает, там еще витамин С, и, ну, по-моему, сейчас точно скажу, так как она новая, я еще могу путаться, она вот совсем недавно вышла в продажу, еще альфа-глюкан, альфа-глюкан, ну, глюканы, в принципе, являются и пробиотиками, и улучшают иммунный ответ кожи, то есть, такой хитрый, в общем, в этой сыворотке не один какой-то компонент, да, типа пробиотик, там, в конце, за анти, господи, за консервантами там, типа, лежит, валяется, а именно там большое количество пробиотиков, то есть, все для восстановления микробиома кожи, это очень важно при акне, и смотрите, демотен не содержит ни кислот, ни каких-то жестких каких-то компонентов, которые как-то плохо влияют на микробиом, поэтому их можно и вместе использовать, то есть, демотен не будет убивать эти пробиотики из пробиоскина, они сочетаются, можно друг за другом наносить, можно там один тогда, другой тогда, вот, можно курсами то один, то другой, посмотреть, что лучше работает, потому что акне, это не у всех по-разному происходит, и всегда нужно подбирать косметику, хотя, в принципе, демотен всем подходит. Сыворотка стоп-акне, это сыворотка, в принципе, точечного, либо локального применения, в ней самый главный компонент, это азилоиновая кислота, но не совсем кислота, это азилоглицин, то есть, это более мягкий вариант азилоиновой кислоты, там 10%, то есть, так же, как в, там, не знаю, азилик, скинорен, да, то есть, это сывороткой можно заменить скинорен, если кто-то на нем сидит, потому что она гораздо мягче работает, нет на нее никакого покраснения, шелушения и сухости, поэтому я вот, да у меня никто скинорен, в общем-то, не использует, а сыворотку используют, также есть в ней 2% салициловой кислоты, понятно, что она в таком проценте не сушит кожу, а именно как противовоспалительный агент работает, то есть, такая классная сыворотка для точечного применения, но если вы используете пробиоскин, то лучше разносить их в разное время, либо совсем точечно использовать стопакны, потому что все-таки стопакны, кислоты, пусть и немножко, но они могут препятствовать, как бы, жизни полезных бактерий, да, при длительном, каком-то регулярном 2 раза в день применении, на больших участках, то есть точечно, да, там выскочил прыщик, точечно его мажем, так вот, чтобы все лицо 2 раза в день не нужно, и, конечно, при акне мы используем глиняные маски, это вообще без обсуждений, вот, перед глиняными масками, в принципе, если кожа жирная, есть гиперкератоз, особенно если есть фолликулярный гиперкератоз, то хорошо использовать нашу энзимную пектиновую маску, а потом уже глиняную, так лучше гораздо очищается все, и получается уже практически профессиональная процедура дома. У косметолога мы делаем, понятное дело, что чистки различные, там, а травматичные, травматичные, в зависимости от ситуации. Пилинги при необходимости, потому что все-таки при сильном гиперкератозе, при выраженном воспалении, пилинге, там, те же салициловые, например, они хорошо помогают. Фотолечение, это больше при постакне, в принципе, тоже очень хорошо работает. Можно ФДТ еще использовать, фотодинамическую терапию, сейчас она как-то воскресла, и много кто ее начинает использовать, это тоже очень такое хорошее, немного забытое, все хорошо забытое, старая, очень отличная методика для лечения, как раз воспалений, да и даже раки лечат вообще. Ну, то есть, это очень такая интересная методика, если у кого-то есть какие-то выходы на ФДТ, у нас в клинике делают, но не я, другие доктора, то очень вам рекомендую тоже сходить на обучение, обучиться, и при возможности использовать в своей практике. Так, розация, тоже бич, между прочим, России, за границей не так много розации, я даже не знаю почему, но в Москве вообще практически у всех, я когда пишу карты, ну, амбулаторная, я могу всем поставить просто диагноз розация, практически всем вообще не задумываясь, вот, в Италии, например, ни у кого нет розации, то есть, я когда на выставке была, я спрашиваю, ну, русскоязычных косметологов, а вам от розации надо что-нибудь, купероз, розация, они говорят, нет, у нас нормально все у всех, а вот в России почему-то вот так, то есть, это то ли климат влияет, я не знаю, то ли это, может, экология, много чего, в принципе, влияет, коллагенопатии тоже, ну, не знаю, много чего, соответственно, при розации диета, да, исключающая диета, есть продукты, которые вызывают расширение сосудов, это всякие специи, имбирь особенно, цитрусовые нельзя, я бы и курицу исключила, молочку тоже можно, так же, как приакно, потому что розация, это воспаление, которое идет вокруг сосуда, то есть, мы убираем все, что вызывает воспаление, это молоко и курица, мы смотрим, на что реагирует человек, то есть, мы убираем весь алкоголь, все газировки, сладости, часто, практически все, кофе, когда как, шоколад, когда как, то есть, там дальше пошло уже индивидуально, иногда нужно убрать весь глютен, у некоторых очень хорошо улучшается состояние кожи без глютена, у некоторых улучшается состояние кожи, если убрать всю молочку, там, и сыры, и творожки, все-все-все, то есть, это нужно экспериментировать, это нужно индивидуально подбирать, Но в целом, плюс всякие бани, сауны, солярии, это все нельзя, солнце нельзя. Как-то так, кушать больше белковой пищи, потому что розация сосудов, то есть, чтобы улучшать состояние стенки сосудов, нужен белок, потому что стенка из белка, из коллагена, соответственно, нужен коллаген, там и всякие БАДы с коллагеном и так далее, венотоники, много чего. Витамин С, опять же, витамин Е, нормализация сна тоже, потому что при нарушении сна тоже ухудшается состояние кожи, ухудшается состояние сосудов. Дома. Все, что противовоспалительное, и венотоники. Из тоников, это тоник с гидролизатом коллагена и алоэ вера, у него отличные противовоспалительные свойства, им еще можно даже пшикаться, тоже очень удобно. Гель интенсив регенерация, самый противовоспалительный гель. Тоже он и ранозаживляющий, что понятно из названия, и очень хорошо убирает вот это вот воспаление все-таки. Сыворотка пробиоскин, доказано, что при розации тоже с микробиомом проблемы у людей, поэтому, опять же, можно и демотену, в общем-то, потому что розация часто ассоциируется с демодексом, с клещом. Но здесь никто не знает, кто был первый, курица или яйцо. То есть демодекс вызывает розацию, или не у всех он выявляется. Или все-таки при розации кожа реагирует сильнее на этого клеща, который там живет. И как-то по каким-то причинам клещ начинает тоже размножаться, тоже выделять, соответственно, больше каких-то своих продуктов жизнедеятельности, кожа от этого ухудшается. То есть тут никто не знает, кто первичен, но понятно, что популяцию клеща надо как-то убирать. В этом помогает демотен в том числе, то есть без каких-то прям антибиотикотерапии. В принципе, розамет, да, метриндозол тоже помогает при розации хорошо, но это, опять же, антибиотик. То есть мы таким образом убиваем микробиом. То есть надо делать курс тогда антибиотиков, а потом курс уже пробиоскина, чтобы восстанавливать микробиом. Дальше. Антикуперозный гель. Если на него нет какой-то прям бурной-бурной-бурной реакции или его брать чуть-чуть, тоже на ночь очень хорошо, потому что он улучшает состояние сосудов. Те сосуды, которые уже есть, конечно, вот так вот не схлопнутся, но новые хотя бы будут, новые не будут расширяться. Гель тонизирующий. Почему? Потому что там витамины А, С, Е. Соли. Да, соли тоже важны. Уходит отек, потому что есть отек дермы именно при розации. Воспаление идет. И идет отек дермы не подкожно-жировой клетчатки, а дермы. Это видно, ну, это нужно глаз наметно иметь. Соответственно, тонизирующий гель тоже можно использовать. Сыворотка стопакны. Помним, что скинорен тоже используется для лечения розации, особенно популезной формы, когда высыпают вот эти розовые угри и лучше использовать сыворотку стопакны, потому что она нежнее, она не вызывает воспаление усиленного, раздражение и так далее. То есть это мы одно лечим, другое калечим. А так можно точечно, соответственно, ну или локально при популезной форме использовать. И кремик можно и увлажняющий использовать, и крем-сыворотку Витаматрикс тоже будет очень хорошо витаминизировать, улучшать состояние сосудов. Просто витамин С, он всегда хорош для сосудов. Ну и витамин Е, и витамин А. Почему еще тонизирующий крем-сыворотка Витаматрикс? Витамин А, ретиноиды тоже используются для лечения розации. Ну вот пока крема с ретинолом именно у нас нет, вот лечебного такого, да, мы его разработали уже, скоро он, я жду, когда он будет. Многие мои пациенты ждут, он очень классный получился. Вот его будем использовать и при акне, и при розации. А пока что сочетать можно тонизирующий с Витаматриксом, и тогда там будет достаточно большое количество и витамина С, и витамина Е, и витамина А, которые все равно в коже это все претерпевают изменения, даже в это каротин превращается все равно в ретинол, но в тех количествах, которые нужны. Поэтому тоже это все полезно. То есть видите, много я даю вариантов, я не даю какой-то одной схемы, да, ну хотя тоник, пожалуйста, один. Умывалка будет в принципе как противовоспалительная, можно пенку использовать, можно гель очищающий, и тот, и другой противовоспалительный, и можно и лосьон очищающий, любой можно. Они все противовоспалительными свойствами обладают специально. То есть я не даю какие-то там одну схему, вы будете все равно индивидуально подбирать розацию, это еще хуже, чем акне, там настолько все индивидуально, и по питанию, и по уходу, это все всегда надо подбирать, 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 и всегда пробовать, всегда давать шанс, хотя бы там, ну не по два дня пробовать, да, все-таки хотя бы там две недельки на какое-то средство, на какую-то схему, потом уже что-то менять. То есть если у вас есть пациенты с розацией, то всегда говорите им, что нужно, ну что очень редко подбирается все с одного раза, все очень индивидуальные, поэтому нужно прям запастись терпением, верить, надеяться и ждать. Вот, и все будет хорошо. А у косметолога мы можем помогать, очень хорошо работает фотолечение, особенно у нас есть сосудистый лазер, да, лазер на красителе, прям вообще отлично, потому что уходят вот эти широкие сосуды, это краснота, в принципе и папулы. Микротоковую терапию можно использовать, но на нежных, на нежных параметрах. Ультразвуковую терапию с тем же, например, гелем интенсив регенерации или с гелем тонизирующим будет хорошо. Но лучше микротоковую по гелю тонизирующую, а ультразвуковую по интенсив регенерации. И различные противовоспалительные уходы. В принципе, если пилинги какие-то есть, противовоспалительные с противовоспалительными компонентами, но чтобы они действительно были противовоспалительные, тоже можно попробовать. Нужно понимать, что с розацией часто уходит в сухость пациенты, то есть не пересушить. То есть нежно, чтобы был хороший уход в постпилинговом периоде, чтобы кожа была не пересушенная на момент произведения пилинга и так далее. И уже к концу мы приближаемся. Полтора часа, в принципе. Лечение аллергии. Аллергия бывает разная. Мы разберем аллергию, которая не на наружные, не в салат лицом кто-то лег, и у него аллергия на салат, на майонезик. А все-таки токсикодермию мы разберем. То есть когда обсыпало. Это в первую очередь, конечно, диета, потому что сразу непонятно, на что обсыпало. Человек мог съесть и килограмм мандарины, килограмм ананаса, и рыбы наестся, и орешков, всего. И как угадать, на что. Нужно исключать все. То есть это диета по АДО, которая разрешает поедание только очень таких безопасных, в принципе, продуктов. Она, ну, кому-то покажется, боже, боже, какая жесткая. Кто-то скажет, ой, да я так примерно и питаюсь. То есть это все индивидуально, как ее пережить. Спокойно ее можно пережить, если человек не зависит от еды. То есть ему важно все-таки здоровье больше. Сорбенты. Восстановление работы ЖКТ. То есть тоже смотреть, что там с печенью, нет ли там гастрита и так далее. Там, может быть, панкреатические ферменты тоже поесть. Антигистаминные принимаются. Ну, чаще, если зуд есть, то это первое поколение на ночь. Обычный супрастинчик. Если второе поколение, то утром они сутки работают отлично. И консультацию желательно не на самолечение, а чтобы была консультация врача-аллерголога, можно пищевые пробы сделать. Или дерматолога, в принципе, там справиться. Дома. Что мы можем сказать дома? То есть вот пришел человек обсыпанный и сказал, а я мандаринов объелся, что теперь делать? Как ускорить, соответственно, процесс восстановления? Не хочу ходить в прыщах. У нас дома идет все противовоспалительное и увлажняющее. То есть вот все-все-все самое такое нежное, самое противовоспалительное и сплошное увлажнение. Умывание будет нежным, то есть лосьон очищающий. Тоник с гидролизатом коллагена и алоавера. Гель интенсив регенерация. Сыворотку пробиоскин тоже можно. Их можно мешать. Можно одно утром, одно вечером. Можно что-то одно выбрать. Крем увлажняющий, как самый такой успокаивающий. И маска акваудовольствия для увлажнения при желании. То есть вот здесь практически без выбора. Все самое такое четко, без большого разброса вариантов. Вот это выдаем. Человек это использует. Можно это и на грудь, потому что грудь тоже обсыпана. Но сейчас зима, все равно все в водолазках ходят. Вот, не с декольте. То есть можно спрятать. В кабинете у косметолога щадящие уходовые противовоспалительные процедуры. То есть не массаж. Массаж, потому что это бодрящая, скажем так, процедура для кожи. Не электрофорез ни в коем случае. То есть электропроцедура не подходит. Только ультразвуковая терапия, потому что она действительно успокаивает. Можно вообще ее делать просто по медиагелю. То есть вы используете по максимуму саму методику. Саму физиотерапию. А не средства. Можно под медиагель гель интенсив регенерации или демотен положить. Можно по ним делать. Но сейчас гель интенсив регенерации стал пожиже. То есть по нему уже делать неудобно. По демотену все еще удобно. По медиагелю всегда удобно. В принципе, вот так будет лучше. Потому что кожа хорошо увлажнится. Даже если вы по медиагелю сделаете. Успокоится. Краснота уменьшится. То есть кожа станет более нормальной. Высыпание уменьшится потихонечку. Но основа это, конечно, диета. То есть нужно понять, что если будут продолжать кушать мандарины, будут ходить к вам вечно. Кому-то это нравится. Мне, например, нет. Я как-то за результат. В общем-то все. Какие есть вопросы, пишите.